Пятый этап чемпионата 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 Пятый этап Меникаев продолжал выцеливать лидера и держался настолько плотно, что не заметил выступ Бруствера и едва не подвис с разворотом. Торопясь вернуться, рискованно сдал кормой, напугав Тюрина и потянул в догонку за Пановариовым. И после легкого контакта, а многого не требовалось, 25-й номер исполняет крышу. И на оперативную паузу участники отправляются в следующем порядке. В зачете юных академиков состязалась суперфинальная четверка. Ярамир Мозин, Иван Журавлев, Арсений Малыгин, Илья Курганов. Те, кто претендовал на призовые места. Каждый старт как решающий. В первом заезде со старта лидером уносится 17-й номер. Но скорость тащит его наружу. А внутрь забирают Мозин и Журавлев. И на полных оборотах подключается Курганов. Это было эпично. Мозин и Журавлев, согласно положению в таблице, оказались впереди. Курганов и Малыгин на третьей и четвертой позициях. Каждый нарабатывал сколько можно, защищая свои интересы. Мозин чуть оторвался от Журавлева и чувствовал себя спокойней. А Малыгин в Комсомольском второго круга атаковал и протиснулся перед Кургановым на третье место. И после этого пошла дистанционная работа, как учили. Никто не допускал крупных промахов и до атакующих действий не дошло. И юные пилоты вписывают в протокол гонки первые результаты. Мозин три очка, Журавлев два, Малыгин одно, Курганов пока пусто. Во втором заезде Малыгин разгоняется еще быстрее, так чтобы дружеские объятия соперников не доставили на выходе с Ибодромного. За ним расположился Журавлев, далее Мозин и Курганов. При таком раскладе образовывался триумвират лидеров. 17-й, 34-й и 63-й номера набирали по 4 очка. И лишь Курганов оставался ни с чем. Но все пошло иначе. На втором круге Мозин бочком заходит на вираж вместо трассы, рассматривая окрестности и зацепив выступ с оттяжкой, укладывается на крышу. И назначается перезаезд, из которого исключают виновника остановки, а прицепом Журавлева за нарушение прямолинейности движения на разгоне. И с чем был этот полет такой красивый? В связи с зацепом, а внутреннюю часть суброга. Ну, тебе никто не мешал? Нет, никто не мешал. А что так сподвигло-то такую? Траекторию подкорректировать? Не видел поворот за пилотом. Поехал. Малыгин, демонстрируя стабильность быстрых разгонов, захватывает лидерство. Курганов держится за ним, не предпринимая особых усилий, чтобы изменить ситуацию. Очертив круг, пара отправилась на второй в том же режиме. Все шло к закономерному итогу. А на третьем, в достаточной мере усыпив бдительность оппонента, Курганов с комсомольским резким маневром вырывается вперед. Но Малыгин, используя выгоду траектории, тут же контратакует, да еще укоризненно подпихнув соперника. Мы, мол, так не договаривались. Эпизод не только. Малыгин и кругом ранее ехал по ипподромному размашиста. И Курганов решил этим воспользоваться. Ускорился вдоль бровки и оттеснил 17-го номера за собой. Ответить Малыгину оказалось нечем. Третий заезд «Квартет» начинал почти дружным строем, широким фронтом, заходя в ободронный. Но Журавлев успел выдвинуться вперед и миновал короткой отчаянной схватки на выходе, из которой победителем вышел Курганов. А лидер, пользуясь выяснениями отношений, организовал отрыв. Курганов закрепился на второй позиции. Мозин на третий. А Малыгин несколько меланхолично наблюдал за всеми с последнего ряда. Видимо, батарейки подсели. Победа Журавлева равняет его с Курганова. У нас пока два лидера, но самое интересное еще впереди. На второй день на сверкающем льду автодрома КВЦ участники всех зачетных групп пятого этапа чемпионата и Кубка России в едином строю выстраивались на параде открытия. Начинались решающие события финальной гонки сезона. Флаг вверх, как сигнал на старт. И в рамках общей программы класса «Свободный Академия РАФ» завершали начатое накануне. В пятом заезде Раис Миниханов еще на разгоне сумел определить свое четкое лидерство. За ним потянулись Рузаль и Разиль Башировы. Данил Жаворонков занял четвертую позицию. А Михаил Тюрин и Андрей Пономарев, соответственно, пятую и шестую. Дистанционные круги сразу вытянули караван по трассе. Миниханов мог особо не беспокоиться за свое лидерство. Братьев такая расстановка также вполне устраивала. И некоторое волнение случилось только в Айергарне. Тюрина потащила из края в край, но Пономарев аккуратно дал товарищу прийти в себя. Раис Миниханов выигрывает, набирает 24 очка. Рузаль Баширов завершает вслед за ним. У него 14 и даже теоретические шансы на перезаезд за первое место. И стремясь подтвердить это, Рузаль Баширов навязал Раису Миниханову соперничество на разгоне шестого заезда. И уступая в дебюте, сумел рейдом вдоль внутренней бровки перехватить лидерство, выдержав контактную борьбу, в которую вмешался и Станислав Миникаев, четвертый Михаил Тюрин, пятый Андрей Пономарев, а Данил Жавронков крутит пируэт и выпадает из обоймы основной группы. Чувствуя за спиной пристальное внимание грозных соперников, 118 номер выжимал из себя все. Ни Миниханов, ни Миникаев так и не смогли приблизиться к точке атаки. Более того, 42 номер не вытянул темп лидера и стал понемногу отставать. Раис Миниханов при иных обстоятельствах, может, и попытался напрячь молодежь, но для победы на этапе ему оставалось набрать всего одно очко, а второе место приносило 4, как говорится, с лихвой. Рузаль Баширов одерживает свою первую победу и, набирая 19 очков, закрепляется на втором месте. Станислав Миникаев уступает ему 4 очка, а Раис Миниханов оформляет сверхуверенную победу на этапе и в Кубке Российской Автомобильной Федерации. Завершающий седьмой заезд начинался фальстартом. Нервы подвели, бывает, но вот когда под красными флагами в результате контактной борьбы одну машину разворачивает, а другая и вовсе залезает на брустер, это что-то с чем-то. Повторный разгон забирает Миниханов. Аразиль Баширов словно наткнулся на невидимую преграду и пропустил всех перед собой. За лидером утвердился Данил Жалованков, следом Андрей Пономарев и Михаил Тюрин. А Баширова начинали сверхнеудачно, замыкая. Пытаясь исправиться, Рузаль в комсомольском атакует Тюрина, но сам утыкается в бруствер с разворотом. И в него приезжает Разиль. Полный швах. Пока раскатывались соперников и след простыл. Станислав Миникаев, отрываясь от преследователей, выбирает максимум. И очевидная победа приносит ему 5 очков. И быть бы ему вторым призером. Но в самом конце заезда Разиль терпеливо подождал Рузаля и обеспечил ему зачетный балл. И перезаезд за второе место. В нем со старта лидерство. И довольно уверенное захватил Станислав Миникаев. Новый крутас и в эске как-то сразу осадили стремительный темп. И Рузаль Баширов следовал неотступной тенью за лидера. А на втором круге, подбираясь все плотнее, стал уже настойчивее поращупывать возможность для обгона. И добавив в подровном, провел классическую атаку на выходе. Отдавив 42-го номера. И перехватив первенство, помчался по дистанции. Вряд ли Миникаева обрадовал такое развитие событий. Теперь ему пришлось вести погоню. Станислав не отставал. Но темпа для атакующих действий уже не хватало. И Рузаль Баширов подхватывает финишный флаг вторым призером пятого этапа. Было весело. Я на этом этапе на тренировках поймал крышу свою первую в истории, так скажем. Но все обошлось. Ехали дальше. Перезаезде за второе и третье место. В последнем заезде я срезал третью передачу. И перезаезд ехал за вторую передачу. Но надо было пускать молодых. Все-таки пускаем близких. Хотя я сам не знаю. Перед началом сезона тебе верилось в такой, что возможный такой вариант? Не знаю. Честно говоря, не думал об этом. Хотелось, конечно, выиграть. Старался, очень старался. Но я метился где-то на третье место. Но получилось, как получилось, я второе место. Четвертый заезд. Молодежного звена стартовым рывком потянул Яромир Мозин. Но Дугуи подробного перехватывает Иван Журавлев. А на выходе Арсений Малыгин и Илья Курганов совместными усилиями заталкивают 63-го номера на четвертую позицию. Но Яромиру отступать некуда. И в Комсомольском он атакует 14-го номера и перебирается на третье место. Журавлев его, конечно, не ждет. Лидером на матовые круги. Малыгин держит второе место. У него свои счеты с Курганова. Мозину никак не удается догнать 17-го. И все-таки в Комсомольском четвертого круга Яромир резким рывком внутрь успевает протиснуться бочком и на выходе заполучить вторую позицию. Но финиш забирает Журавлев. И теперь между ними два очка. Супер-мега решающий заезд венчал академический ледовый сезон. И в лидер вырвался тот, кому это было больше всех надо. Яромир Мозин. Но вторую позицию занял не кто-нибудь, а именно Иван Журавлев. Илья Курганов попытался сходу атаковать, но не получилось. И 14-й номер остался третьим. Арсений Малыгин, проиграв разгон, как-то сразу присмирел, замыкая гонку. Три круга положения оставалось неизменным. А на четвертом Курганов едва не внес судьбоносные коррективы. Но Журавлев его натиск парировал, удержав бровку. И поспевает на финиш след за Мозином, сохранив разрыв всего в один балл. Но этого хватило для победы на этапе и в сезоне. Мозин второй, Курганов третий. Но по сумме этапа в третий приз достается Арсению Малыгину. Все получилось, все отлично. Благодаря команде Брагина Рейсинг Тима, наставнику Дмитрию Брагина, я смог выиграть чемпионат и гонку. Молодцы! Молодцы! Молодцы!